МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на своем студии Роман Вестер. И переходим к главным событиям этого часа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без уполномоченного по правам человека на Ставрополье в 2023 году увеличилось на 6%. При этом резонансных вопросов не поступало. Об этом говорили на рабочей встрече губернатор Владимир Владимиров и главный обнусмен региона Николай Лисинский. Уполномоченный по правам человека рассказал, что особое внимание уделяется обращениям от участников СВО и членов их семей. Чаще всего бойцы и их близких интересуют вопросы, связанные с получением различных выплат, а также медицинской и юридической помощи. Владимиров отметил, необходимо и в дальнейшем проводить совместную работу в решении проблем граждан и подчеркнул, что их потребности самое главное. Работа с участниками, ветеранами СВО, с семьями специальной военной операции. Это и нам президент об этом говорит. Сегодня первейшая, важнейшая задача обеспечить спокойно быть семьей здесь, спокойное возвращение и получение всех необходимых выплат ребят специально в военной операции. И, конечно же, большой у вас пласт работы, связанный с обменом военнопленных и розыском ребят наших. Я тоже на постоянном контроле держу. Кроме того, глава региона напомнил, что 2024 объявлен годом семьи и предложил уполномоченному по правам человека выводить обращения по семейным темам в отдельную категорию и держать их на особом контроле. Волонтер из Левокумского округа Артур Магомедов вот уже больше года регулярно отвозит гуманитарные грузы нашим бойцам в зону СВО. Передают посылки не только от односельчан и жителей округа, но и от соседей. В этот раз из Дагестана. Буквально несколько недель назад солдат, куда чаще всего ездит Артур, отметили заслуженными наградами. Поздравить их вместе с волонтером отправилась Кира Мартынова. Так, у нас письма, рисуночки. От детишек везем бойцам. Так, вот такие еще голубята, вязанные. Наши женщины передали. Почему голуби? Голубь, птица мира. Ребятам как талисманчики. Вот у меня тоже здесь есть. Очередная партия полезного груза для наших бойцов направляется к месту назначения. Волонтер из Левокумского округа Артур Магомедов вот уже больше года передает солдатам посылки из дома. Первая точка нашего маршрута, она же база на ночь. Детские рисунки и письма развешаны по стенам в военной кухне. Жизнь здесь идет своим чередом, пока одни встречают гостей, другие занимаются текущими делами. Вот приводят в порядок боевую ласточку. Образование автомеханика пригодилось бойцу из Левокумского округа. Мобилизовали парня больше года назад. За это время объездил почти весь фронт. Учился на автослесаре, хотел стать автослесарем. Пока только здесь в большей степени практикую. Поработать дома нет. Отучился, помогал дома, хозяйству, отцу. Ее же потом позвали сюда. То есть хотел устроиться, но устроился здесь уже. И на нем я уже, можно сказать, тоже больше года на этой машине. Недавно получил награду. Выполняю свою работу хорошо. В этот раз Артур привез груз не только от Ставропольцев. Женщины Дагестана тоже передали посылки бойцам. Часть отвезли в прифронтовой госпиталь. Помогает раненым здесь батальон тыла из Ростовской области. Разгрузили машину. Об этой точке бойцы из Нефтекумска, к счастью, знает только понаслышке. А вот жизнью рисковать приходилось не раз. За это несколько наград. Последняя медаль за отвагу. Эвакуировал с поля боя раненого товарища. Страшно это чувство. Оно со временем притупляется. Истинное самосохранение притупляется. Не знаю, как-то, может быть, со временем мы уже к этому привыкаем. Не знаю, хорошо это или плохо. Страшно не было. Но осознание приходит позже. Героизм – это, наверное, в стрессовой ситуации поступить правильно. Возвращаемся на базу. Парни собираются на смену. С собой самое необходимое. Дети присылали. Иконки, в принципе, письма присылали. И вот одна девочка, я помню, еще с собой сохранил. До сих пор она со мной ездит. Георгий не победоносец. А так тоже, получается, с дома, когда выезжал, у батюшки тоже взял. А почему ты их с собой носишь? Не знаю, как оберег какой-то. Все равно, когда на ванне находишься, больше веришь, потому что что-то все равно. Происходят будут такие ситуации, когда тебе кто-то как будто помогает. Помогает вот уже почти два года выходить живым и невредимым с поля боя. В конце 22-го года боец получил медаль Жукова. Недавно награжден за воинскую доблесть. Медаль вручили мне, получается, три месяца назад. Когда тебя наградили, ты уже с гордостью, как говорится, уже едешь в следующий бой, рискуешь с собой. А медаль домой отправлю. А вот минераловатчанин на передовой отмечает юбилей. В подарок солдату – самое ценное письмо от ставропольских школьников и сувенир. Самый большой подарок. Порой, вот, читаешь эти письма, смотришь рисунки, и оно реально затрагивает и толкает на... Ну, оно бодрит, конкретно бодрит. Подымает, как говорится, боевой дух. А вот этот голубь куда повесишь? Голубь повешу, честно скажу, на броник. Почему на броник? Ну, чтобы со мной всегда был. Что для самих бойцов, значит героизм. Как голуби не только объединили соседние регионы, но и сподвигли на благородное дело целую семью. Об этом и не только. Смотрите в специальном репортаже в проекте «Обозрение». Следите за нашими анонсами. Кира Мартынова специально для своего ТВ из зоны проведения спецоперации. Теперь к происшествиям. В Андроповском округе 27-летний водитель легковушки зацепил тросовое ограждение на трассе «Кавказ» и по инерции съехал в кювет. В больнице с переломом ребер 24-летняя пассажирка. Известно, что фрагменты машины инициатора ДТП повредил встречный автомобиль. Проводится проверка. А других ЧП в оперативной сводке. Серьезный конфликт в Буденновске выпивали мужчины. Под влиянием алкоголя разразился скандал. Один другого избил руками и ногами. 44-летний пострадавший скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Как сообщили в Краевом следкоме, подозреваемый под стражей, судьбу злоумышленника решит суд. Липовый мастер, житель Смоленска, дистанционно заказал у предпринимателя из Михайловска мебель и перечислил 550 тысяч рублей предоплаты. Однако заказ мужчина так и не дождался и заявил в полицию. 29-летнего злоумышленника нашли. К этому времени мужчина успел потратить деньги. А выполнять обещания и не собирался. Выяснилось, что Ставрополец обманул так несколько человек. Ущерб почти полтора миллиона рублей. Возбуждено пять уголовных дел. Ушлый прохожий в Невиномысске 27-летний парень проник в чужой автомобиль через незапертую заднюю дверь и угнал. А после продал машину. Ущерб 140 тысяч рублей. По заявлению законного владельца, полицейские нашли злоумышленника. Автомобиль уже вернули хозяину. Злоумышленник ответит за кражу по закону. В Невиномыске отремонтируют два моста местного значения на улицах Степана Разина и Линейной. Там обновят покрытие проезжей части путепроводов, укрепят опорные конструкции и установят ограждения. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». О других новостях края расскажем в нашем обзоре. Завершается второй этап капитального ремонта Шпаковского группового водопровода. Новые стальные трубы уложили на проблемных участках от Старомарьевки до Спицевки. Скоро приступят к подключению коммуникаций к сети, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Благодаря обновлению объекта чистой водой обеспечат 50 тысяч жителей края. Работы провели за счет средств субсидий с фонда национального благосостояния. В восьмой школе Горькой Балки капитально отремонтировали спортзал и прилегающие к нему помещения. Там заменили полы, покрасили потолок и стены, а также установили современные двери, сообщили в региональном министерстве финансов. В раздевалках и санузлах обновили инженерные коммуникации. Работы прошли по губернаторской программе поддержки местных инициатив. В Ставрополе на улице Пирогова заменили кровлю десятиэтажного дома. Прежнее покрытие высотки износилось, жильцы с опаской ожидали очередного сильного дождя. Работы прошли на площади 1300 квадратных метров, сообщили в региональном фонде капитального ремонта. Реконструкцию провели благодаря региональной программе капитального ремонта. Это все новости к этому часу. Еще больше интересной и актуальной информации вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv или в социальных сетях. Также напоминаю, телефон для ваших обращений 8 928 350 80 70. В студии был Роман Выстороп. Я с вами прощаюсь. Продолжит наш эфир прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на пятницу 9 февраля. Весна? Нет, просто показалось рано еще. Просто тепло будет. Центральные территории края. В изобильном и минводах плюс 14, пасмурно и без осадков. Ветер 3-5 метров в секунду. Невиномыск днем плюс 15, ветер 3 метра в секунду, пасмурно и без осадков. В краевом центре ветер до 5 метров в секунду, плюс 12, пасмурно и без осадков. Световой день 10 часов 6 минут. Магнитное поле спокойное. На Кавминводах пасмурно и без осадков. Ветер 3 метра в секунду. Какой же вообще-то ветер. И днем на курортах до 15 тепла хорошо. Северо-восток Ставрополье пасмурно и без осадков. Ветер только на севере до 6 метров в секунду. А днем в Ипатаво-Идином плюс 13. В Нефтекумске и Буденновске ветер слабый 2-3 метра в секунду. Пасмурно, без осадков и днем плюс 14. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова